здравствуйте дорогие мои друзья мне поступает очень много вопросов по видео про мокрицу лекарственную траву как я ей лечусь я решила ответить вот у меня такой заварничек здесь двойное стекло я беру 3 столовых ложки вот сейчас апрель у меня мокрица на огороде еще маленькая маленькая не могу использовать свежую мороженое уже кончилось сушеная 3 столовых ложки сушеной мокрицы я завариваю просто кипятком как чай настаиваю примерно два часа в холодном виде я беру три раза в день наливаю вот так пол стакана себе и вот это просто пью то есть три раза в день по пол стакана теперь я вам сейчас покажу как я делаю себе компрессы и тот же самый отвар я беру вот так 3 столовых ложки вот это не полная была ну вот как раз я прям практически внутри ну 4 не важно то есть нам нужно сделать раствор я использую вот такое прекрасное средство димексид который сам по себе также является противовоспалительным средством и даже в чистом не в чистом виде в разведенном виде но без добавления других компонентов им делаются компрессы но чем он прекрасен в нашем случае тем что димексид это прекрасный транспорт то есть это средство которое позволяет любому другому лекарству веществу проникать сквозь ткани сквозь клеточные мембраны я добавляю на 3-4 столовых ложки одну чайную ложку димексида размешиваю теперь скажите как самому себе делать компрессы нам потребуется пищевая пленка беру отрываю кусок такой если делаю на руку то значит по длине должно быть достаточно чтобы обернуть руку один раз сильно много не надо отрезаю расправили на столе теперь я беру вискозные бумажные полотенца сейчас я буду делать себе на локоть у меня больной правый локоть я уже вам говорила сейчас сад огород у меня очень воспалился опять сустав берем вот этот раствор который мы получили мокрица с димексидом смачиваем хорошенько это вискозное полотенчика также я вам советую приобрести на локотнике если лечите локти или на коленнике если вы суставники у вас наверняка это есть я использую турмалиновые налокотники на коленнике у меня возраст уже солидный мне без малого 60 поэтому и руки и ноги больные сейчас я принесу налокотник и покажу вот такой турмалиновый налокотник я его сначала надеваю на локоть так как вот он полностью должен быть то есть ну вот этим здесь специальная такая часть выпуклая для локтя вот так полностью его надеваю теперь я беру и его отворачиваю вот так низ как чулок вот так чтобы он там остался вот эта часть надеты теперь беру кладу локоть вот таким образом чуть надо приспустить немножко не хватает вот чтобы у вас салфетка пришлась вот так уголком туда вниз и основной массой на локоть берем вот так поворачиваем и вот так этой пленочкой заворачиваем после чего берем наш налокотник и сюда его на оттягиваем все компресс готов и с таким компрессом я хожу по несколько часов значит смотрите что касается вот этой концентрации я здесь приведу табличку как делаются различные процентное соотношение растворы и вы уже смотрите по себе потому что кому-то димексид может очень жечь кто-то кто привычный компрессом с димексидом может делать себе и большую концентрацию но вся прелесть в том что все полезные вещества мокрицы димексид нам через кожу через клетки будет доставлять в нужное место то есть к месту воспаления и так вот я вам рассказала очень просто все когда у вас появится на огороде свежая мокрица значит берете ее перемалываете блендером или мясорубки чем вам удобно я уже показывала в своем видео что я ее замораживаю можно ее замораживать в перемолотом виде в кубиках для льда берете согреваете разминаете можете также добавить там же сок перемешать чуть-чуть димексидом также берете салфеточку берете пленку берете налокотник и делаете себе компрессы на коленку на локоть туда где у вас болит у меня еще вот запястье порванные сухожилия иногда сюда делаю то есть пользуйтесь а главное будьте здоровы надеюсь что я вам была полезна если видео понравилось напишите комментарий поставьте лайк расскажите свой рецепт я буду очень благодарна а на этом все это коротенькое видео для вас до новых встреч до новых встреч